Изобретателями первого холодного десерта считают китайцев. Древние повара смешивали снег с кусочками цитрусовых и гранатовыми зернами. Если плоды твердоваты, очищенные кусочки фруктов нужно проварить пару минут в сладком сиропе из двух частей сахара и одной части воды. Если вы приверженец сахарозаменителей, не стоит их класть в сорбет. Этим вы испортите блюдо. Лучше сделать исключение и приготовить его с сахаром. Вам понадобится одна небольшая дыня. Очистите ее от сердцевины и от кожуры. Нарезать дыню нужно произвольными кусочками. Нарезаем и отправляем все в чашу для блендера. Пока вы готовите, можно немножко подкрепить. Кстати, попробовав дыню, можете сразу определить, какое количество сахара вам нужно, чтобы сорбет не получился очень сладкий. Добавляем сюда немножечко коньячку. Алкоголь сделает вкус десерта чуть-чуть богаче. Немножко лимонного сока. Противные косточки. И сахар по вкусу. Оружие на готове. Проверяем, чтобы не оставалось целых кубиков. Хранить сорбет можно в керамической посуде от 10 до 14 дней. Но так долго прятать это вкуснотищу преступления. Уже через 3 часа его можно будет подавать на стол. А пока сорбет будет в морозилке, у меня появится время для приготовления основного блюда. Мои гости эстеты. Поэтому хочется приготовить для них нечто такое, вроде бы и простое, но с изюминкой. Думаю, это может быть курица, но с секретом. И этот секрет – копченый бекон. Я добавлю его чуть-чуть, для пикантности. На основное блюдо я приготовлю куриное филе с беконом. Для начала филе нужно помыть. Филе будет намного вкуснее, если перед приготовлением его просушить салфеткой. За эту процедуру мясо отблагодарит вас нежной и хрустящей корочкой. Из нашего филе сделаем красивые ровные кусочки. Ошметки можно скормить соседским котам. Мясо обязательно нужно посолить. Поперчить. И обмотать ломтиками бекона. Бекон – мясо с прослойками жира из боковых частей свиной тушки. Сначала его солят, а потом коптят. Высококалорийный. Остальные наши ингредиенты – низкокалорийный. Оптимальный баланс калорий в общем зачете. Чтобы ломтики бекона не развалились в процессе приготовления, их нужно смотать кулинарной нитью. Что такое кулинарная нить? Я не знаю. Наверное, вы тоже. Поэтому мы будем использовать самое обычное. Процесс не очень простой, зато интересный. Оторвите длинную нить и сложите ее вдвое. Найдите оба конца и сложите вдвое еще раз. На одном из концов завяжите узелок, в петельку проденьте палец и накрутите. Самое интересное в конце. Ниточка сокрутится сама. Полученной почти кулинарной нитью нужно обмотать филе в беконе. Наше филе будет готовиться в два этапа. Сначала я его обжарю немножко на сковородке, минуты две. А потом запеку в духовке. Еще минут 10-12. Для начала подготовлю духовку. Вам понадобится 180 градусов. Не забудьте достать противень, чтобы потом не делать вот так. На разогретую сковородку добавляем немножко подсолнечного масла. и отправляем туда наше мясо. Обжариваем до тех пор, пока на беконе не появится корочка. Чтобы мясо не прилипло к противню, постелите ему пастель из кулинарной фольги. Еще это уменьшит вам работу. Вам не придется мыть противень. Аромат уже божественный. Аккуратно выкладываем на фольгу филе. И отправляем в духовку. Помните? 10-12 минут. А пока филе готовится, я приготовлю салат. Для салата я возьму пекинскую капусту и болгарский перец. Красного и желтого цвета. Капусту нарезаем тонкой соломкой. Пока приготовлю, сама наемся. Так не люблю чистить перец. Больше всего. Эти противные маленькие косточки. Всего три ингредиента, а салат очень сочный и красивый. Нарезать овощи можно любым удобным для вас способом. Я, например, люблю аккуратные небольшие кусочки. Салат почти готов. Его нужно немножко посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Но я это сделаю немного позже, перед подачей моим гостям, чтобы не стек сок. Последняя деталь моего ужина – имбирный лимонад. Вам будет нужен сок нескольких лимонов. Если у вас есть фрешница, просто разделите лимон на две части и выдавите сок. К сожалению, у меня фрешницы нет. Поэтому я очищу лимоны от кожуры. Мелко нарежу. Получу. И измельчу в блендере. Чтобы добыть сок, нужно процедить полученную массу через сито. Если масса достаточно плотная, возьмите лопатку и помогите лимону. Помогите лимону. Добавим в наш лимонад немножко остроты. Имбирь можно не очищать от кожуры. Подогреем в кастрюле немного воды. Когда вода закипит, перелейте в нее лимонный сок. Имбирь. И 200 грамм сахара. Дадим лимонаду настояться еще 5-7 минут. Но не дольше. Иначе имбирь может дать горечь. Когда лимонад настоялся, его нужно перелить в какую-нибудь другую емкость через сито. Дать ему остыть и поставить в холодильник где-то на час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА